Но не появилось у нас лидера. И да, там они будут договариваться с тем же Кличком. Зеленый цвет заполонил фактически всю карту страны. Польчевский, да, он зайдет в Киевсовет. Вопрос не слуга народа решила. Ждать благословения от Офиса Президента, это не совсем корректно. Но они тени своей боятся. Здравствуйте, это Политека Онлайн. С вами Инга Мизерия, Андрей Вигеринский, политический аналитик. Мой гость сегодня. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Инга. Давайте с вами поговорим по поводу того, что нам несут следующие выборы, как местные, так и парламентские. Насколько наш социум может обрадовать или удивить новые партии и проекты? Вот сейчас вы от кого ожидаете каких-то ярких таких толчков? Вы весьма уверенно сказали о том, что нас ожидают парламентские выборы. Я пока не вижу оснований для того, чтобы главный человек в этой стране их инициировал. Речь идет о Владимире Александровиче Зеленском. Они ему, как минимум, сейчас ни с руки не нужны, кроме одного случая. Когда он может сам на это добровольно согласиться, когда он действительно устанет от бремени власти настолько, что у него поднимутся руки, и он скажет о том, что все. I give up. Я сдаюсь. Такое было у нас в истории с господином Ющенко. Но в случае с господином Зеленским... Который дважды пытался распустить парламент. Дважды пытался. В конечном итоге достиг компромисса, как бы совсем не компромиссной, казалось бы, фигурой с точки зрения идеологии. И вот эта фигура потом руководила страной как премьер-министр, а в последующем как президент, а в последующем бежал. Владимир Александрович может быть такая ситуация, когда он поймет на самом деле, что команды нет, идеологии нет, сыпятся в фракции, в кабине и в экономической политике сделать ничего не удается. Люди будут к этому относиться весьма к его деятельности отрицательно. В таком случае он может принять решение о прекращении существования текущего состава Верховного Совета и тем же самым согласиться на новый союз коалиционный в Верховном Совете, который сформирует кабинет министров и, соответственно, будет нести ответственность за внутреннюю политику в стране. Пока, мне кажется, он, а самое главное не столько он, сколько его окружение, потому что мы с вами чудесно понимаем, что если президент у нас честный, то это абсолютно не значит, что его окружение, используя власть, не зарабатывает. И, соответственно, окружение уже стимулирует человека, который является брендменом, к тому, чтобы он оставался. Он оставался, будь мы все вырулим, все будет хорошо. Поэтому его окружение, скорее всего, отговаривает от таких шагов, потому что они не могут предложить результат положительный для самого Зеленского. По поводу местных выборов, ну, очень разная будет картина. Если, знаете, вспоминать год назад результаты президентских выборов и даже на оппозиционных каналах, типа прямой, господин, по отношению к Зеленскому, да, господин Киселев позволил себе высказывание, за которое его немножко потом журили, он сказал о том, что, видите, зеленый цвет заполонил фактически всю карту страны. Ну, так получалось, что кроме одной области или двух, да, победу. Не, только Львовская. Только Львовская, да. А вся карта Украины была зеленая. Так вот, на местных выборах такого окраса мы не увидим. Да, я предполагаю, что еще на фоне рейтинга, который существовал в «Слуги народа», как, знаете, отголосок симпатии к Зеленскому, они пройдут в большинство местных советов. Я не думаю, что они победят именно на уровне мэров. У них все-таки крайне мало личностей, их выходцев, которые происходят непосредственно со «Слух народа». Поэтому, скорее всего, они будут согласны претендовать на должности секретаря горсовета. Если мы говорим об администрациях местных, то, соответственно, на уровне местных администраций они смогут претендовать на назначение на должности. Но я не думаю, что в какой-то из областей или в каком-то из местных советов повторится картина парламента Украины, в котором «Слуги народа» выйдут и сформируют монокоалицию. Всегда будет предмет договоренности. И этот предмет договоренности, в зависимости от того, о каком регионе мы говорим, он будет разным. Где-то, вполне возможно, какая бы сейчас категорическая позиция ни была у «Свобода», им придется договариваться о свободе или о свободе с ними. Ну, это, допустим, в Западной области та же европейская солидарность. Но абсолютно точно так же придется искать какой-то компромисс. Но на местном уровне это гораздо проще. Потому что мы понимаем, что во многом пропорциональная система местных выборов, она искусственная. Нет у нас на уровне районов, сельских советов или ОТГ ячеек партий у большинства фракций, представленных в парламенте. Единственное, у кого есть, якобы, это Батьковщина. Но у Батьковщины там другая ситуация. Они, насколько, грубо говоря, слухами земля полняются, у них очень слабые с точки зрения финансирования избирательные компании. Соответственно, так или иначе, иногда есть информация, проскакивает о том, что им приходится в какой-то степени те или иные списки или те или иные округа делегировать или отдавать тем людям, которые способны профинансировать избирательную компанию. Поэтому тут не будет идеологического составляющего. Батьковщина, условно говоря, против рынка земли, против аграрного бизнеса. Поэтому все остальные на местах будут вести точно такую же политику. Я не думаю, что им удастся установить партийную диктатуру, каждое голосование неудачное, которое идет в противовес партии, которая находится здесь, в Киеве, или ее исполком, что этих людей будут исключать. Но такого не будет, потому что эти люди, по большому счету, свои места и свое участие в выборах они проплатили. Они обязательства свои выполнили. Вот примерно так. Восток, это очевидно, союзы будут, потому что, опять же таки, люди, мне кажется, еще не до конца потеряли доверие к Владимиру Александровичу в части, в которой он обещал людям мир, в части, в которой он якобы придерживался позиции, которая отстаивает права нас меньшин, по крайней мере, в части образования, в части языка. Ну, скажем так, он прямо от этого не отказался. Хотя во многом события прошлой недели, да, демонстрируют нам то, что сама фракция «Слух народа», она не совсем согласна с позицией, которую ранее на президентских выборах озвучивал Зеленский. Но так не бывает, что обнуляется рейтинг. Люди все равно будут продолжать искать в нем какой-то позитив. Почему? Потому что за год, ну, не появилось у нас лидера общенационального рас, который возглавил бы какую-то партию, структуру, организовал ее, распространил пределы всей страны и мог бы просто вот этот, знаете, кредит ожиданий отобрать у Зеленского. Потому что за Зеленского голосовали, ну, кто-то говорит против Порошенко, от него слишком много было ожиданий от него. Молодой, положительный, совсем другое поколение, совсем другие ценности, вроде бы толерантный, по острым вопросам, которые искусственно заострялись в обществе. Он пытается искать, ну, сглаживать эти углы, да. Ну, и эти ожидания, они превозносили все остальные минусы, такие как непрофессионализм, связь с олигархами и так далее. Так вот, не появились эти люди в этой стране за один год. Все эти новые проекты, которые мы с вами видим, там, или Днепровские, или Киевские проекты, там, которые, они тут очень также остаются проектами лидерского типа, причем тут нету лидеров молодых. Тут все лидеры, которые уже давным-давно используют заезженную пластинку. Только просто под каждую избирательную кампанию они переформатируются. Ну, тот же Филатов успел, ну, я не то чтобы его отрицательно к нему отношусь, да, но есть последовательность политика, которая определяется за год. Вот за год у человека было, на съезде Порошенко поддержал, поддержал. С Зеленским встречался, разговаривал, вроде тоже бы все нормально. То есть человек настолько гибкий, настолько поддатливый в вопросах конъюнктуры, которые происходят в стране, что говорить о его какой-то позиции, ну, наверное, не приходится. Плюс у него есть Корман. Корман, если говорить о профессионализме человека, настолько, насколько я мог слушать интервью его с Романенком, это человек масштабный, это человек содержательный, это человек, который понимает, да, но он же не будет выдвигаться. Ну, потому что, я так понимаю, там есть еще определенные ограничения, которые связаны с законом, да, но хотя амбиции и возможности у него связаны с этим есть. Ну, и все в Днепре, допустим, понимают, что на самом деле Филатов – это брендмен, лицо управляет, это совсем другой человек. Это и неплохо, если местные жители, они их это устраивают, они это поддерживают. То же самое и в Киеве происходит. Кого в Киеве предложили нового, другого? Ну, такого, кто бы не то, чтобы стал лучше Кличка, потому что стать лучше Кличка, на самом деле, не так сложно. Потому что, опять же таки, Кличко, он положительный спортсмен, человек с хорошей историей, человек, который катается на велосипеде, который устраивает всякие флешмобы, но даже его афоризм... Дважды мэр уже. Дважды мэр уже, да, тем более. Но а кого предлагают вместо Кличка? Ну, то есть, даже вот эта история с праймером «Слух народа», во многом, они как бы борются между собой, но на самом деле они не понимают, что когда каждый друг и друга тушит, тот говорит, этот плохой, потому что он с лимонами, да, тот, что с лимонами, говорит, ну, этот друг Коломойского, третий говорит, третий ничего не говорит уже, да, остановились. Ну, Верещук вроде бы с Порошенком спорит, потом оказывается, что не спорит, потом, ну, сам врач рассказывает о том, что он обманывает людей. Они все девальвируют стоимость не себя лично, себя лично, мы бы говорили о их рейтинге, кроме Дубинского, да, Дубинский все-таки по мажоритарке сам прошел, и Тищенко прошел по мажоритарке сам, но без бренда «Слуги народа» они бы пришли. Да черт нас два, простите меня, Дубинский победил бы Каноненко в его округе. Дубинскому тоже можно задать вопрос, сказать, слушай, ну, ты радикальный, красавчик, ну, просто, ну, мечта любой женщины, потому что весь брутальный, мужчина к тебе тянется. Как Каноненко? Где он? Ну, ты рассказывала, что вы что-то догоняете, что это коррупционер, это друг Порошенко. Вот просто простой вопрос, где он? Все нормально у него, да, то есть, и ко всему... Ну, а народный депутат как должен, вот то, что вы говорите, догонять? У нас есть куча антикоррупционных органов, которые должны этим заниматься. Депутаты, они законодательные все-таки власти. И депутатский контроль тоже есть, да? Вы абсолютно правы с точки зрения рацию. Если бы мы с вами сейчас писали юридическую составляющую, то я бы сам себе противоречил. Я бы говорил о том, что у депутата нет полномочий для того, чтобы начинать догонять. Но позиционирование народного депутата того, о котором мы с вами разговариваем, он то кому-то в рот, простите меня, с фотографией себе позволяет подписи делать, то он кого-то догоняет, то он кого-то сажает. То есть, у него позиционирование агрессивное, которое выходит за пределы его депутатских полномочий. Поэтому я веду диалог о том, что если ты обращаешься к своей аудитории именно так, то, соответственно, твоя аудитория имеет право у тебя спросить. Ну, ты боролся на конкретном округе, ты туда приезжаешь, да? Тогда дай ответ. Ну, если тот человек коррупционер, ну, мы видели, что он построил дороги, наш регион начал жить лучше, ты рассказывал о том, что он участвовал в коррупции Порошенко. Где факты и где твои обращения, допустим, по регистрации уголовных производств? Ну, я не слышал этого. Возможно, вы меня исправите или, возможно, аудитория меня исправит, но этого нет. Соответственно, ну, вот эта конъюнктура, которая называется сегодня, сегодня удобно, ну, скажем так, журить главу Нацбанка. Все, журим главу Нацбанка. Завтра удобно ездить на велосипеде по Киеву. Все, значит, ездим на велосипеде, говорим, что велодорожек нет. И в это все минусует исключительно один бренд, который называется «Слуги народа». А он важен, потому что «Слуги народа» имеют все шансы зайти самой большой фракцией в Киевсовет. И да, там они будут договариваться с тем же Кличком. Но предмет договоренности, предмет распределения комитета, предмет распределения голосов, предмет секретаря, который готовит практически все решения, которые выносятся на Киевсовет, он может быть ихним. Кличко таки останется брендом, который условно лицо нашего прекрасного города Киева. Но точно так же, как и сейчас у него рулят замы, точно так же будет рулить, на самом деле, в пределах Киевсовета секретарь и монофракция. И это будет приемливо и нормально. Но если вы минусуете «Слуги народа» и с каждым днем или с каждым шагом у нее убирается за счет вас 1-5%, то тогда вы уже будете в роли догоняющих или оппозиции в том или ином совете. Но прежде чем конфликтовать внутри фракции, тем более бессмысленно, потому что даже вот эта процедура, по Киеву она более всего показательная. Почему? Потому что на самом деле в регионах «Слух народа» некому представлять интересы фракции. То есть в регионах есть региональная элита, которая находится под флагами, которая точно так же подбирает людей по принципу «свой-чужой». Эти люди, идеология либертарианства или умеренного социализма или либерального центризма, она настолько же далека, как и в принципе любая другая идеология. Сегодня надо выдвинуться под флагом «Слух народа», потому что, ну допустим, не знаю, там Верховный Совет проголосовал, не проголосовал или проголосует, потому что лимит по ОТГ, в которых там 35 тысяч нацелений, нуждается в выдвижении от субъекта политической партии. Все, ну значит, сегодня делается социальный замер по ОТГ, какую партию поддерживают люди, смотрят, о, «Слуги народа», большинство. Все, значит, ищем выходы на региональную ячейку, заходим, разговариваем, получаем место в списке и, в принципе, каким образом это связано с идеологией партии? Да никаким. Каким образом это обременяет их в процессе реализации политики, которую предлагает президент? Ну, большинство наших партий вообще не совсем понятна их идеология, поэтому тут проблем не возникнет. Правильно, вот в том-то и дело. Давайте поговорим еще о других известных личностях, которые могут принять участие в местных выборах, и в том числе и на мэра Киева, Андрей Пальчевский, Дмитрий Гордон. Давайте поговорим вначале о них. Ну, давайте с объективной точки зрения. Пальчевский медийный, медийный, узнаваемый, узнаваемый, но более или менее узнаваемый, нежели Кличко. Я думаю, на самом деле, в пределах страны у Кличка узнаваемость выше, чем у Пальчевского. И нейтральность Кличка, потому что у Пальчевского тоже меняется часто точка зрения. Если вспомнить хотя бы год назад, он в полный рост был за команду Зеленского и за слух народа. Прошел год, думаю, риторика абсолютно полностью поменялась. Это не значит, что человек не имеет права менять свою риторику, да? Но он, наверное, не может ее радикализировать, в том плане, всех разогнать, всем убежать и так далее. Хотя я не особо слежу за его интервью. Но, тем не менее, с точки зрения того, что он поддерживал, и так как он говорил, его личный взнос в результат слух народа составлял там около 6%, ну, так он как-то сам посчитал, наверное, он мог бы при наличии желания взять на себя ответственность за какую-то часть страны, ну, в каком-то из вопросов. Ну, допустим, может быть, если бы они нашли общий язык с офисом президента, то и он бы согласился, допустим, на ту должность, которую он когда-то занимал заместителем министра охраны здоровья. Может быть, он бы показал свою эффективность. Но нет, наверное, у него немножко другие мотивы. Может быть, я опять же таки не прав. Мне кажется, что ему личная узнаваемость, аплодисменты и симпатия зрителей гораздо ценнее, нежели желание, допустим, действительно быть непопулярным в силу того, что любой шаг в этой прекрасной стране, который связан с реализацией любой политики на пользу гражданам через 5-10 лет, сначала будет воспринят критически. Соответственно, брать такую ответственность, когда ты любим народом, ну, наверное, не совсем приятно. Более того, я думаю, что Зеленский сейчас, понимая, насколько теряется у него уровень симпатии граждан по отношению к нему, уже если бы сейчас принимал решение выдвигаться в президенты или нет, он бы принял совсем другое решение. Ну, потому что ты любим, а сегодня тебя уже любят практически только там 28 или 30% населения. Да, ну, ты теряешь то, что ты ценишь. Поэтому Пальчевский, да, он зайдет в Киевсовет. Да, я думаю, что в пределах 8, может, до 10, в зависимости от процентов именно его партия, она наберет. С кем, ну, в зависимости от интенсивности рекламной кампании партии и людей, которых он туда наберет. Потому что пока борды, ну, раньше были просто борд с лицом Пальчевского, да, сейчас тот же борд с лицом Пальчевского, только название партии, как бы, да. Мы не знаем, кого он хочет завести в Киевсовет, ну, а это во многом тоже будет определять шлейф человека. Зайдет, да, поборется он с Кличко или нет, думаю, скорее всего, нет. Мог бы быть эффект, понимаете, консолидированный за счет нескольких участников, если бы они выдвинули одного кандидата, ну, в пределах, допустим, субъекта выдвижения «Слух народа» выбирали бы совокупно и поддержали бы все вместе одного среди Пальчевского, Гордона, условно, там, того же Дубинского, Кочура, Верещук. Вот они все собрались, поговорили, определили, что самый рейтинговый из них, ну, не знаю, ну, Пальчевский, ну, пусть будет Пальчевский. И все вместе они выдвигают его одного и работают все на него. Но это невозможно, это из разряда утопия, потому что там идейное разногласие, что с Гордоном у Пальчевского они уже исторически сложились несколько лет, как? И я думаю, что это крайне маловероятно, что они найдут общий язык, тем более пожмут друг другу руку и поддержат друг друга, но за одним столом перед прессой. Не говоря о том, что «Слуги народа» найдут кого-то, кто их критикует, выберут, допустим, потому что сейчас Пальчевский критикует, и скажут, что вот это наш кандидат. Соответственно, если нет консолидированной позиции у всех субъектов, которые имеют какой-то процент и в совокупности могут противостоять Кличку, то побеждает Кличко. У него 40, у всех остальных на 30% меньше. Поэтому вопрос только в том, что, понимаете, личный рейтинг Кличка, он не соотносится с личным рейтингом, ну, с рейтингом его партии. И там, где у него лично 46, 42, 41, 38, ну, кто как меряет, то в его партии 10-12. Ну, а с 10-12% ты сам не сформируешь большинство. Значит, соответственно, все находятся в таком подвешенном состоянии, чтобы во время избирательной кампании настолько не нажечь, настолько не испортить отношения и не вылить друг на друга столько грязи, чтобы потом иметь лицо людям представить в Киеве, избирательную Киеве, ту коалицию, которая образовалась. Плюс в районах в Киеве тоже будут выборы проходить. И там тоже могут быть абсолютно разные картины. Это именно коалиции, которые объединят большинство депутатов. Поэтому, ну, как субъект выдвижения Гордон, тем более он был в Киевсовете. Я не думаю, что ему интересно второй раз заходить в ту же воду и выдвигаться именно депутатом Киевсовета. Тоже, кто субъект его выдвижения? Это очень интересный вопрос. Сыла и честь. Может, я, конечно, что-то пропустил, но я не слышал, чтобы Гордон интенсивно сейчас Смешко пиарил на своих интервью или на своих каналах. То есть она есть, эта партия, Смешко тоже есть какой-то рейтинг, но, по-моему, уже их сотрудничество в пределах парламентской избирательной кампании, в которой Гордон прекрасно разыграл карту такого себе Джокера, Смешко, когда он, я вам точно, ну, помните, эта история была, но я вам сейчас точно скажу, через неделю, через две, кто будет кандидатом, кто станет президентом. И вот так вот люди ждали, ждали, люди верили, точно так же, как и чемпионаты мира не должно было быть по футболу в России. Верили, ждали, и этим лидером оказался Смешко. Ну, доиграли они эту кампанию. Сейчас их пути разошлись. Кто может другой его выдвинуть? Ну, теория о том, что субъектом выдвижения Гордона будут слуги народа, это чушь. Слуг как таковых нет, потому что, ну, как мы можем говорить с вами о том, что слуги, кто такие слуги? Депутаты в парламенте, так они разные, все, абсолютно. Если мы говорим о их избирателях, а идентифицируйте избирателей. Ну, то есть сначала вычлените, выберите избирателей среди всех, дайте им голоса проголосовать на праймере за конкретного кандидата в городе Киеве, ну, но это должны быть или ваши избиратели, или члены партии «Слуг народа». Много членов партии «Слуг народа» в городе Киеве. Да об этом никто не знает. У нас вообще общество не ассоциирует себя с партиями, за которыми голосуют. То есть, ну, голосование происходит по принципу «нравится лидер, не нравится», «радится, что говорит, не нравится». Идеи, членские взносы, член партии, который участвует в ее собраниях, хочет участвовать в принятии ее решений. Это все нашему глубоко заполитизированному обществу не свойственно от слова «совсем». Поэтому мы как бы глубоко в политике, все вместе, все украинцы, но мы настолько в ней поверхностно, что мы не хотим быть ее частью. Наша доля участия – это Facebook критика, наша доля участия – это, простите меня, вот там телефонные голосовалки на телевидении, которые есть, ну, вот, может, те, кто сидят дома, им интересно проголосовать. А так, чтобы они хотели строить партию, эту партию строить снизу, с местного уровня, выдвигать ее потом на областной, на республиканский, и точно так же расти, эволюционировать вместе с ней, ну, такого не происходит. Почему? Потому что если мы хотим независимых партий от олигархов и финансово-промышленных групп, то, наверное, поначалу надо определиться с членскими взносами. Как только нашему человеку говорят, что за что-то надо платить, он платить за это прекращает. Поэтому у нас есть фикция, которая называется финансирование партии, которая якобы кем-то проверяется. Потом, когда копают в истории, оказывается, что есть отдельные личности в отдельных регионах, которые готовы потратить миллионы, исключительно почему? Потому что нравится им эта партия. Ну, это же ерунда. Хотя, по факту, они могут даже не являться ее членами. Ну, это все. Поэтому ситуация очень и простая, и сложная одновременно. Еще два человека, которые имеют резонанс, и, во всяком случае, если небольшую поддержку, то интерес для общества – это Анатолий Шари и Андрей Портнов. Давайте с Андрея Владимировича начнем. Андрей Владимирович, как мне кажется, местные выборы ему неинтересны от слова совсем. Ну, не его уровень, масштабный тот. Человек, все-таки, если у него есть интересы в политике, которые он сейчас отрицает, хотя и в его интервью, и в интервью его коллеги звучали тезисы о том, что следующую избирательную кампанию мы не пропустим. Следующую не местную, а парламентскую, либо президентскую. Вот, если речь идет о президентских, наверное, ему было бы интересно принять в этом участие. Местные – неинтересные. Резонанс сейчас немножко ушел на спад. Ушел в силу объективных обстоятельств. Если вспомним, с чего начинал Андрей Владимирович Портнов. Начинал он, во-первых, с Петра Алексеевича. Несколько десятков производств, сообщение о том, как арестовываются активы, сообщение о схемах, которые использовались в окружении Петра Алексеевича, которые имеют признаки преступности, и создание общественного толчка для правоохранительных органов. Потому что, с точки зрения политики, Зеленскому было бы не с руки, это, кстати, очень правильно, он просто, мне кажется, Зеленский это неправильно оценил. Ему неправильно было бы догонять его предшественника, Зеленскому сумму, инициировать проверки, по результатам которым возбуждались бы дела, это имело бы признаки действительно политического преследования. Тебе с общества дают запрос. То есть люди, юристы, подготовленные, готовят документы, направляют, расследуют. В ходе расследования, в зависимости от того, насколько вы глубоко копнете, вы можете выйти из одной фабулы в другую фабулу и, в принципе, наверное, довести любое из дел до логического конца. То есть посыл был, подхвачен не был. Это вина или рябошапки, или недееспособного трубы, или еще кого-то. Это уже вопрос десятый. Этот посыл, он подхвачен президентом не был. Но лично Андрею Владимировичу он добавил многоусноваемость. Более того, противопоставление Порошенко и Портнова, оно гораздо более естественное, нежели противопоставление Порошенко и Зеленского. Ну, хотя все медиа Порошенко очень пытаются перевести стрелки сейчас, понимая то, что, в принципе, каждый... Сейчас я это отдельно остановлюсь. Пытаются перевести стрелки на субъекты преследования на Зеленского. Почему? Потому что он политик, он президент, люди, которые назначаются его. И любые его неосторожные высказывания в отношении Петра Алексеевича можно толковать действительно в последующем каких-то судебных инстанциях как форму политического преследования. Другая сторона, они пытаются минимизировать наличие в информационном пространстве у себя, по крайней мере, на своих площадках Портнова. Потому что понимают, что пока жив Петр Алексеевич и его уголовные дела, до тех пор их ассоциировать будут непосредственно с Андреем Владимировичем Портном. По мере того, почему я говорю, что сейчас его активность немножко снизилась. А в силу объективных обстоятельств. Дела сыпятся. Сыпятся они из-за внутренних передряг, которые существуют в слулах народа и в том, что они не способны организовать работу правоохранительных органов. Быть участником этого, ну то есть стимулировать органы к тому, чтобы они, скажем так, быстрее уходили в отставку их лидеры, да, или подогревать интерес к тому, что, смотрите, ДБР не расследует, Венедиктова что-то согласовывает, прекращение дел. Зачем это? Они сами себя сведят. Пока он отойдет в сторону, он предложил другую историю. Он предложил, как провести выборы в Луганской и Донецкой области. Кажется, впервые это у него прозвучало на ЗИКе, да, на телеканале. Это было одно из последних интервью. И он рассказывал о том, как он видит возможность проведения электронного голосования. Он, видите, меняет акцент. То есть в течение года история касалась Петра Алексеевича, и с ней ассоциировали людей. Но он должен демонстрировать обществу, на самом деле, что он человек очень разных интересов. Не только преследующий предыдущего президента, да. Он в том числе может предложить решение вопроса, которое касается Луганска. Он может предложить решение вопроса, которое касается бюджетной и социальной политики. Это все будет со временем, потому что он играет в долгую. Если наши политики обычно играют в короткие кампании, там, три месяца, шесть месяцев, он не ориентируется на административную должность, сейчас уже это очевидно, при президенте Зеленском. Потому что я помню прекрасную риторику. У нас был эфир совместный в эпицентре, где ему задают гости вопрос. Я помню, как я вопрос задавал по Сыднику, я задавал вопрос по уголовным преследованиям по Порошенко, но с привязкой к тому, как Зеленский на это реагирует. Он очень аккуратно обходил вопросы, которые касались непосредственно Зеленского. Он очень аккуратно обходил вопросы, которые касаются посольства иностранных стран. Не радикализирован. По мере того, как человек осознал, что не то чтобы у него не было административной должности, что эти люди не способны реализовать радикальную идею, которые, допустим, если мы отказываемся от влияния американского посольства, то первым делом надо, допустим, увольнять Сыдника. Потому что он концентрирует в себе интерес. Это волевое решение, которое нуждается в принятии закона и просто в переходных положениях его увольнения. Если они на это не идут, значит, наверное, не способны в полной мере отказаться. Если посылы общества не воспринимаются, то, наверное, с этими людьми не по пути, потому что ты, ставь на их стороне сейчас, не сможешь реализовать то, что от тебя ждут, себя девальвируешь вместе с ними и снова уйдешь на дно. Зачем? И сейчас у него риторика стала гораздо более острой, как по отношению к Сыднику, так и по отношению к президенту и к его команде. И он просто будет расширять сферу своих интересов. Это юридические офисы, которые открылись в Луганской области. Казалось бы, это не медийная история, которая звучит с экрана в телевидении. Но поверьте мне, что на местном уровне, наверное, люди, которые туда обращаются и получают действительно помощь, да, он это оплачивает, это стоит ему денег, это не из воздуха все берется. Но, наверное, они себя ассоциируют больше с ним, с человеком, который предоставляет помощь, нежели, допустим, с теми, кто рассказывает о том, что сюда придет мир. Потому что мир придет неизвестно когда, а помощь ты получаешь сегодня, тебя защищают в суде. Потому что... А, еще очень важный вопрос. Он подхватывает социальную группу людей, которые, ну, скажем так, были токсичны для всех в течение 2014-2015 года. А сейчас понемножку у людей начинают формироваться мнения, что без них тоже нельзя. Я веду речь о судях и сотрудниках правоохранительных органов. Если вспомнить, у кого плюс-минус неплохая память, 2014-2015-2016 год, назвать себя сотрудником прокуратуры, СБУ, МВД, это было токсичнее не придумать. Ты либо Пшенковец, либо Якимовец, либо еще кто-то из тех, кто бежал, из тех, кто предал страну. Но всех люстрировали, все убегали. Что мы, кстати, сегодня слышим от Венедиктова? За счет люстрации надо заплатить 40 миллионов компенсаций. За счет аттестации Рябошапки надо уже заплатить 5 миллионов по решениям суда. И еще надо будет, потому что еще тысяча исков в судах. То есть чушь, это все. Когда приходит момент, а почему дела разваливаются в суде? Так посмотрите на тех следователей, на тех прокуроров, которые приходят в суд. Ну, они тени своей боятся. Они недостаточно мощны и недостаточно уверены, чтобы противостоять субъектам, на стороне которых играют их бывшие колеи, которых вы, граждане, которые стали властью в 2014 году, иллюстрировали. Ну, это правда. Не, ну, слушайте, ну ходят же легенды о том, как дела раньше продавались, и все эти мощные прокуроры, собственно, делали так, чтобы это все разваливалось в суде, если кто-то правильно. Вы абсолютно правы. Но вот это обобщающее понятие, мощные прокуроры, которые продают. Уверите мне, что к рядовому прокурору в кабинет, либо к следователю службы безопасности, ну, не приходили представители Януковича, не говорили, мы тебе дадим 100 тысяч долларов, продай нам дело. Если они общались с кем-то, то они общались на уровне области, генеральной прокуратуры. Но вследствие иллюстрации пострадали те, кто называются подчиненные по вертикали. Ну, не ходил прокурор области в суд поддерживать обвинения по тем людям, которые задерживались на Майдане. Он убежал потом. Он сохранился, перевелся в генеральную прокуратуру, потом съездил в АТО, в зону АТО или ООС, и в какой-то степени уже его простили с точки зрения иллюстрации. Он-то себя защитил. А его подчиненные, которые в силу выполнения обязательств должны были ходить в суд, они получали уголовные преследования. Хотя там были люди, которые прослужили к тому моменту 3-4 года. И поверьте мне, что они были далеки от тех, кто может себе позволить купить машину за 40 или за 50 тысяч долларов. Жили на зарплату, потому что не у всех получается зарабатывать в органах. А они пострадали. И эти люди с точки зрения государства преданы. То есть они же оценивают, как государство к ним отнеслось. Оно их предало. А кто их защищает сейчас? Государство им пытается... Европейский суд по правам человека говорит о том, что закон иллюстрации, он не соответствует базовой декларации об осуществленных правах и свободах человека. Наш Конституционный суд только сейчас это рассматривает. Причем Малюська говорит о том, что мы еще будем еще какую-то процедуру придумывать, при том, что 6 лет прошло, и уже часть людей, которые попали под иллюстрацию, автоматически вот этот строк от ограничения от власти у них ушел. Так я к чему веду? Малюськи тогда не было. Малюськи тогда не было, а вот они справились. Не, не, не. Он сейчас представлял же позицию Минюста в Конституционном суде. Я к чему веду? Государство их предало. Защищает в судах их кто? Команда портнула. И если кому-то кажется, что эти люди не станут его избирателями в какой-то период времени, что он не олицетворяет условное понимание их проблем с точки зрения системы, он ошибается. То есть если генеральный прокурор Венедиктов вместо того, чтобы сказать, что ну да, аттестационная комиссия Рябошапки это было немножко по беспределу, и мы согласны принять этих людей. Она же как позиционирует этих людей, которые уволились, были уволены, ну в прошлом году, в январе месяц. Те, кому придется заплатить государственные бюджеты. Нет. Давайте не так говорить. Вы нарушили права людей. Вы их нарушили. В самом деле люди пошли в суд и получили судебные решения, которые восстанавливают их права. Вы не из бюджета. Если вы бы не нарушили закон, вам бы не пришлось платить с бюджета, надо правильно ставить акцент. А если ты априори формируешь ненависть по отношению к этим субъектам, то как они потом к тебе будут относиться, как к руководителю? Это тоже неправильно. Поэтому возвращаюсь уже к Андрею Владимировичу, это мы так с вами. Мне кажется... Да, давайте уже сократим и... По мере того, как мне кажется, по мере того, как демонстрация непрофессиональности, пусть будет вот так, да, отсутствие профессионализма и стойкости в правоохранительных кругах и в команде Зеленского будет становиться все более и более очевидной, токсичность, которая кому-то кажется, что есть на таком субъекте, как Андрей Владимирович Портнов, она будет спадать, потому что эта токсичность во многом надумана. В отношении него с юридической точки зрения нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что он является либо преступником, подозреваемым, осужденным, человеком, уклоняющимся от уплаты налогов, либо человеком, который позволил свою клевету и за эту клевету он понес ответственность. Более наоборот, по-моему, по отношению к телеканалу «Прямой» и по отношению к господину Порошенко он как раз получает судебное решение, что они в отношении него позволяют себе обнародовать факты, которые не соответствуют действительности. Поэтому с юридической точки зрения у него нет никаких преград для того, чтобы участвовать в публичной политике. И я уверен в том, что он этого хочет. Просто уровень местных выборов он ему отнюдь не интересен. По поводу Шария, по поводу Шария. Лично о нем говорить сложно. Почему сложно? Если бы он хотел принимать участие в публичной политике в стране, наверное, от аргумента наличия уголовного производства он бы его не останавливал. Я о чем говорю? Можно же возглавить список, на местных выборах нужно возглавить список какого-то из отделений своей партии, там, где у тебя есть уровень узнаваемости, доверия, и стать как минимум лицом, который позиционирует интересы своих избирателей. Я не слышал о том, чтобы Анатолий Шарий возглавил список какой-то из партий, какой-то из советов или объединенных территориальных громад. Кого он выдвигает? Мы этих людей с вами не знаем. Ну, помимо партии Шария, Оля Шарий и Анатолия Шария, к сожалению, с публичной точки зрения, мы на самом деле, наверное, как широкая общественность, которая немножко в информационном пространстве разбирается, не знаем больше никого. То, что он имеет поддержку благодаря узнаваемости и во многом перетянет, и тут я абсолютно не солидарен, допустим, с Евгением Мураевым, который в свое время обвинял Шария, что он забрал голоса в оппозиционный блок. Мне кажется, господин Мураев немножко неправильно оценил ситуацию. Тот, у кого голоса перетекали к Шарию, это было как раз слуги народа. Потому что именно та аудитория, именно та форма донесения информации и именно та же риторика была. И отнюдь это не консервативный оппозиционный блок был с средним возрастом участников глубоко за 40, чтобы не сказать больше. Если и у кого он отберет голоса, это будут слуги народа. По поводу того, его перспективы в масштабах страны, я думаю, что они ограничатся несколькими областями. Там, где он способен преодолеть 5-процентный барьер. Радикализация, которая имеет на сегодня место быть в противостоянии с национальным корпусом, мне очень жаль, что она перерастает, к сожалению, в физическое противостояние. Более того, мне жаль, что от этого страдают люди, которые по большому счету, ну простите меня, но это люди, которые уже, наверное, относятся к поколению, которое больше находится в виртуальном пространстве. Это люди, которые далеки от физического противостояния, либо от ОТО, ну на стороне шария. И они, становясь участниками общественных акций, а в последующем получая телесные повреждения, они становятся жертвами. Жертвами, которые не готовы к тому, что их будут бить за их убеждения. С одной стороны, это вызывает жалость в части аудитории, как следствие, обращает на себя внимание и на партию, в том числе, и на проблематику, которая существует. Ну и последующая, как минимум, разгонка этих месседжей, она тоже способствует партии в части ее узнаваемости. Назовем это так. Но одной узнаваемости не всегда достаточно. И одних акций с шариками, с велопробегами, с автопробегами, их тоже недостаточно. Нужно уже на местном уровне давать ответ на то, что вы предлагаете. Мы сейчас о местном уровне говорим, в котором ВТГ, в какой-то, в которой выдвигается партия шария. Те люди, которые захотят от нее выдвинуться, они будут понимать и токсичность, они должны понимать, что они кому должны, как они будут себя вести, с кем они способны договариваться, ну и кто является ихними лидерами. Пока, ну если такие инструкции даются на местных уровнях, там где построена партийная структура шария, ну я об этом не слышу. Вот я вам так честно скажу. То, что я думаю, что во многих ОТГ он будет представлен, да, как будут вести его делегаты себя, с кем будут объединяться, пока, как мне кажется, вполне очевидный союз, если мы говорим о Юго-Востоке, ну отнюдь не с партии Зеленского, особенно после того, как Патураев себе позволил высказывание по поводу того, если вас бьют, да, то, наверное, вы должны подумать о том, почему вас бьют, ну не совсем корректно. Скорее всего, что союз будет с теми, кто имеет и финансовый вес, и плюс имеет, ну скажем так, силовую компоненту в виде господина Кива. Как бы смешно это может не казалось, но из виртуального мира перейти в реальный, тебе нужна физика, тебе нужна сила. Кива эту силу может обеспечить. Поэтому союз, если будет, ну и сейчас его же не просто так, он появляется на каналах, ассоциируемых с функционерами оппозиционной платформы. ЗИК, Ньюзман, 112-й, они же могли бы его не пускать в эфир, но пускают. Соответственно, определенный союз, так или иначе, ну предметом этого союза является оппонирование Зеленскому, либо какие-то, ну по-моему, сейчас других союзов быть не может. То есть предмет нашего отсутствия, нашего совместного интереса, это то, что мы оба, мы не любим Зеленского, нас это то, что при нем не устраивает. Хорошо, они объединились на этой почве. Объединяться в ОТГ тех или иных, сформирует большинство. Ну, а дальше, а дальше будут реализовывать какую-то политику. Ну, очевидно, наверное, он не во многих ОТГ сможет набрать больше, чем оппозиционные платформы. Поэтому будут подыгрывать. Поначалу, если не затухнет проект, и он будет его развивать, ради бога. Но развитие нуждается в лидере, который присутствует здесь. Я не верю в то, что средствами коммуникации типа Zoom, Skype, можно прочувствовать людей, и тем более отвести их в сторону и поговорить с ними лично, ну, и увидеть их в их глазах на самом деле то, что они ощущают. Это немножко уже другая, ну, может быть, границы откроют, и они все полетят к нему, и там будет какая-то конференция, но маловероятно. Времени слишком мало, а вирус немножко не отступает. Ну, такое явление, как партия Шария, есть, с ним стоит считаться, его не стоит, ним не стоит пренебрегать, его не стоит мочить, как это делают определенные ломы с офиса президента, потому что те методы, которые они используют, ну, они граничат с толерантностью, как минимум, когда это касается личной жизни, допустим, члена команды Шария и члена команды, который сейчас якобы лояльный там президент, они граничат с точкой культуры, ну, и плюс, нельзя ярлыки вешать, уже устали от ярлыков, знаете, у нас все руки Кремля, у нас все пропагандисты, но если мы на каждого будем цеплять ярлык, в принципе, все будем ходить с бейджиками, да, а кто у нас без ярлыка будет? Ну, где вы в этой стране? Мы пытались найти без ярлыков людей, которые формировали нашу власть в прошлом году, но чем закончилось? Ничем, отставка от них и сейчас они синхронно критикуют тех, кто пришел на их место, прекрасно, ну, значит, уже не работает тема, новые, не запятнанные, да, давайте, все-таки, надо что-то среднее, как бы и новое, но немножко профессионал, но чтобы ел мало, получал мало, дышал, ну, вообще питался только воздухом, и вот тогда все получится, тогда все будут счастливы, так не бывает. Андрей, большое спасибо. Да, мы что-то с вами так крепко сегодня поговорили, спасибо вам. Я надеюсь, зрители это оценят. Я думаю, должны досмотреть до середины, по крайней мере. Ставьте лайки, пишите комментарии, Андрей Вегеринский, политический аналитик, был гостем в нашей студии, подписывайтесь на наш канал, я, Инга Мизерия, с вами прощаюсь.